наконец-то у меня выходные и я поехала куда естественно поближе к воде сегодня мы во флорианополисе что есть во флорианополисе чем он знаменит ну чтобы вообще просто объяснить это такой крым в бразилии остров довольно крупный по территории полностью везде окружен водой весь он считается одним как бы городом он довольно тихий довольно мирно только торгаши что-то главная достопримечательность флорианополиса почему сюда все ломятся поколобно это его пляж там какая-то гора легенд что с одной точки зрения этих пляжей 42 с другой точки зрения их 100 никто точно в этом не уверен все об этом спорят но это неважно сейчас мы в старом городе и вот так зарождалась жизнь в флорипе вот так когда-то выглядели основные здания в городе вообще город очень симпатичный очень милый очень уютный и очень такой знаете чистый тихий мы здесь находимся у нас самая шумная улица а уже через несколько часов здесь не будет вообще ни а это старый главный центральный рынок что-то там мэркада бублику напоминаю сейчас зима и самое не сезонное время вот так у людей выглядит не сезон для примера по ценам вот приветки размером почти свою ладонь 50 риалов килограмм ну 800 рублей за килограмм и лосось те же примерно 800 рублей за килограмм и да я думаю как любая промысочку диме и новая а а горгого но это не рост артала а она а отрала этот момент теперь это он будет работать но и рамках я а а а а а и и и Краткий курс по выбору рыбы. Лобстер, ребята. Почем осьминоги? Осьминоги 800 рублей за кило всего. Я не люблю морепродукты особенно. Ну, сейчас люблю, кажется. Хлорианополь входит в десятку лучших мест в мире для проведения времени, когда ты на пенсии. Сейчас в груди зима, поэтому тут только местные. Народа совсем мало. Когда придет лето, количество людей в городе увеличится в два, я не знаю, сколько раз. Тогда здесь, конечно, проще свихнуться, потому что дорог никаких толком нет. Тем не менее, город утопает в зелени, огромное количество каких-то заповедников, пляжей. Он хорош для всяких трекингов. Если посмотреть на него сверху, то можно просто удивиться, а, собственно, люди вошли в остров. И прямо куда вошли, там и поселились. Поэтому центр, он скорее вот прям тут вот на пороге острова. А все, что дальше туда, это такие периферии, где просто там, я не знаю, один сельский магазин, который работает до 6 вечера и все. Но зато пляж, зато природа. Мне нравится в Ларипе тем, что здесь спокойно, тем, что здесь я совершенно спокойно могу гулять с камерой и телефоном. Здесь значительно чисто. Кстати, в Ларипе преимущество сюда приезжали немцы, поэтому тут вообще темнокожие встретишь очень редко, кстати. Такая белая-белая-белая Бразилия. Помните вот эту традицию про то, что не идешь мимо прилавков, и они что-то кричат, присылают себе купить. Вот в Бразилии все еще это живо, и люди реально уверены, что это помогает продажам. Ну, раз они все это используют, значит, помогает. Я и пару раз видела просто, что стоит реально мужик с микрофоном, и такой, типа, у нас лучшие утюги. А сейчас я покажу вам самый красивый вид, который существует сверху на Флорианополис. Это смотровая площадка, самая высокая точка города. Но представьте себе смотровую площадку в любом городе, в туристическом, где бы вы были. Что было на той смотровой площадке? Кафе, рестораны, шарики, шашлыки, все что угодно. Что есть здесь? И это тот момент, когда я радуюсь бразильской лене. И вот это их крутое свойство отсутствия жажды наживы. Никакой освещенности, при этом мне сказали, что как только начнет садиться солнце, где-то примерно к пяти часам лучше отсюда делать ноги, потому что здесь уже становится небезопасно. Но при этом дух захватывает, красота, конечно. И больше это место используется как ТВ, радио, электростанция города. Да. Поэтому в светлое время суток люди приходят. Вот несколько горсточков туристов. Пришла сфоткать горизонт. Собственно, все. Ну, воздух здесь отличный. Чуваки, сейчас будет красивущая съемка, красивущего заката. Ну, посмотрите, какой ценой. Я похожа на терминатора. От меня бразильцы в стороны разбегаются. Ну, ничего. Мост на реконструкции, который откроет в декабре. До реконструкции в ночи в Фонариков. Он вообще выглядел супер и был главной запримечательностью города. Господи, наконец-то я увижу закат в Бразилии. Сейчас я увижу закат в своей поездке. Если тротуар будет сужаться, продолжать. Так выглядит Бейромар во Флорианополисе прекрасно. Бейромар очень просто. Это проезжая часть в городе, которая идет вдоль воды. Купаться тут нельзя. Но продолжать сидеть, смотреть на закаты и наслаждаться воздухом можно. В честь того, что сейчас праздники и выходные, тут, конечно, куча всяких всячины происходит. Устойчивый такой крепенький запах глинтвейна стоит в воздухе. Только поживя в Бразилии, я начала понимать, почему бразильцы так с ума сходят по закатам. Они так обожают. Для них это прям мероприятие. Каждый раз они их фотографируют. В Рио и во многих городах также есть традиция, что во время заката, в момент, когда солнце исчезает, всем нужно начать аплодировать, и они действительно это делают. Все обуславливается высотой их сдай. И то, что в черте города, особенно если ты живешь в центре, особенно если ты живешь в каком-нибудь Сан-Паулу, вообще, проще говоря, ты солнца не видишь. Ну, если ты только не живешь в сельской местности, или в каком-нибудь городе, где есть вот такой вот доступ к водичке. Поэтому сейчас стоили в Кане и волнительно смотрят за кадром. Значит, ну и у Флорианополис точно так же прекрасен, особенно своими старыми районами, где когда-то жили рыбаки. И здесь, ну вы видите, безумно классно вот эта колониальная архитектура, и все такое аккуратненько, все такое бережется все еще для туристов, и поэтому сюда хочется приходить. Здесь прекрасная морская кухня, когда тепло, тут куча всяких устриц. Ну, а сейчас, я даже не знаю, типа зима, поэтому устриц никаких нет, но есть различная рыбешка, можно что-нибудь найти. Ну, как тут уютно, как тут мило! И музыка вот тебе, и вот эти наивные флажочки, все такое красивое, домашнее. Санкт-Петербург, и вот эти наивные флажки, 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 и вот эти наивные флажки. Этот город такой странный и такой разный, он с одной стороны прям создан для пенсионеров, но и я тут просто с ума схожу, и главное, конечно, с ума сходит природа. Я отправляюсь исследовать этот город еще больше. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok